Всем привет, с вами Марс. Сегодня я вам расскажу о моде Frostfall. Это глобальный мод, который, можно сказать, усложняет Skyrim, делает его ближе к реальности, то есть мод, добавляющий выживание в условиях холода. Мод очень обширный, требует довольно многого, но сейчас попробую вам рассказать о его возможностях. После его установки он устанавливается очень просто. Просто кидаете в папку дата в директории с игрой. Активируется мод в самой игре довольно просто. Как только вы войдете в игру после установки самого мода, вам напишет, что у вас есть некий справочник по выживанию. Вы просто встанете где-то на природе и буквально секунд 40, может больше минуты, просто тупо смотрите в небо. После этого у вас появится два вот таких вот перков таланта. То есть это настройки Frostfall и навыки выживания. Давайте сначала поставим настройки. Поставим мод на классический стиль. И тут вам будут возможные настройки. То есть классический стиль будет использовать следующие параметры настроек. Уровень сопротивления морозу будет нормальный. 1х. Быстрое путешествие разрешено. А при хардкоре у вас будет запрещено быстрое путешествие. Ожидание на открытом воздухе тоже будет разрешено, что будет запрещено при хардкоре. Для быстрого путешествия потребуется наличие колуна в инвентаре. То есть наличие топора. Топоры можно найти, также создать. Костер... Ох, господи Иисусе! Костер разжигается автоматически. Простите меня за заговорочки. Просто давно не играл в Скайримчик. И уже довольно поздно, мои глазки устали. Так, у палаток будет износ, согласно их размеру и материалам. Это довольно-таки хорошо или плохо. Шаг к реализму, я согласен. Холодная вода может убить тебя. Использовать классический режим? Конечно. Я не хочу прям геморроя, но... Сейчас используется классический режим, чтобы изменить выбор отдельных. Расширенное хорошо. Без проблем. Так, теперь мы опять же берем настройки. Тут мы можем поменять. И тут мы можем отдельно настроить. То есть, как вы видите, обморожение, лагерь, погружение, еще. Быстрое перемещение, визуальные эффекты, уведомления. Состояние, погода, вверх, чувство погоды. Сейчас я вам это все постараюсь объяснить. В принципе, с активацией мода закончили. То есть, теперь мы можем начинать бояться. Для создания каких-либо вещей нам будет стопроцентно нужен какой-либо факел. Ну, то есть, нам нужен факел по-любому. Потому что факел это одно из определенных вещей, которые будут нас спасать в этом всем деле. На дубильном станке мы сможем создавать из кожи и волосок кожи различные, так сказать, материалы для выживания, что ли. Мы сможем, например, создавать рюкзаки. А в рюкзаки потом можно будет вставить определенные амулеты. Сейчас я вам этого показывать не буду, потому что у меня, как вы видите, уже все есть. Проще говоря, у меня в инвентаре имеет большая двухспальная палатка. Она там состоит из кожи, из брусков. Короче, из колод я имел ввиду. То есть, это все можно добыть путем ветвенник. Ветвенник собирается, я вам покажу, как это на первых периодах, когда еще нету вообще никакого топора. Потом, так, это все у нас квестовое. Дубильный станок, он тоже делается на дубильном станке, как это ни странно. Его можно поставить там, где мы будем разводить лагерь. Также инструменты для зачарования. Это все. Сейчас я вам покажу. Так, ключ, 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 ключ. Котелок создается на кузнице в разделе разное. Это для приготовления еды. Сейчас я вам покажу, как это все нужно устанавливать. И вроде бы все, насколько я помню больше. Ничего не нужно. Вот поленья. Поленья вам пригодятся для того, чтобы разводить костры. Что еще по моду-то? Обязательно носите с собой несколько факелов, потому что это дело очень и очень нужно. Что ж, давайте-ка поставим. Как видите, я возле своего дома, чтобы уж сильно не страдать от этого всего дела. У меня есть накидка. Накидка тоже делается из шкур. Но сейчас я вам это продемонстрирую. Еще раз. В талантах выбираем навыки выживания. Активируем их. Тут у нас есть разжечь костер, заготовить дерево, отобразить статус, например. Текущее взаимодействие. Минус 40. То есть, это сопротивление холоду. Взаимодействие 18%. По рангу я пещерный медведь. Тут мы можем запросить конкретно какие-то отдельные подсказки, так сказать. И помощь от разработчиков. То есть, ваша палатка, ваш второй дом. Ревущий костер, ваш очаг. Вы хорошо разбираетесь в тонкости. Проще говоря, я достиг какого-то определенного мастерства. Для этого вам необходимо, ну, во-первых, заиметь палатку, котелок. Сделать колун, который делается на кузнице. Заиметь портфель. И найти более-менее нормальную экипировку. То есть, в принципе, мы можем использовать и обычную броню. Вот так же в настройках. Мы можем осмотр экипировки сделать. И вот сейчас, допустим... Прошу прощения. Вверх, по-моему, это не разрешено. Ну, сейчас посмотрим. Вверх должен быть разрешен, чтобы использовать это. Да, пока что эта функция запрещена. Но, проще говоря, когда мы используем эту функцию... Я просто сейчас не хочу копаться в настройках, ничего сбивать особо. Мы можем использовать какие-то определенные сеты. То есть, максимально вас по дефолту защищает только меховая броня от мороза. Все же остальные имеют среднюю и низкую защиту. То есть, это начиная от кожаной. Тяжелая все бронь имеют среднюю защиту. Это по дефолту. А вот тот сет, например, который вам нравится, вы можете таким способом настроить. Что ж, давайте поставим, пожалуй, палаточку. Сейчас я вам покажу, как это все делается. А нет, для начала мы разведем... Разведем костер. Сейчас он появится. Так, костерок. Может, не надо как-то? Разжечь костер. Мы его просто выкидаем и ставим здесь. Например, да? Потом берем палатку также из инвентаря. Берем палатку. Так же само выбрасываем ее. И развернуть палатку. Сейчас надо бы найти поровнее место. И не сильно далеко от самого костра. Не очень ровно получается пока что, но... Ну вот, как-то... Черт, ровнее. Сойдет. Развернуть палатку здесь. То есть, у меня палатка двухспальная. То есть, для меня и для моего спутника. Кстати, спутники тоже. В настройках СКСЕ. Можно настроить, чтобы они мерзли. Чтобы они там... Умирали. Если... Если тоже плавают. И по-на-мать, я застрял. Облант, пусти меня палаткой. Я больше так не буду. Ладно. Шутка. Пока это все дело разворачивается. Сейчас появятся спальные мешки и все остальное. Палатка, выпусти меня. Ну, выпусти. Ну, пожалуйста. Я ведь тебе ничего не сделал. Ну... Ээээ... Так, как вы видите, появились мешки. То есть, теперь мы можем использовать палатку. Так, япона, мать. Я просто... Не на ровной поверхности это все установил. Но, тем не менее. И так сойдет. Для демонстрации этого, я думаю, достаточно. А теперь берем инструменты для зачарования. Законирования походные. Тоже так же их выбрасываем. Использовать эти инструменты. А, куда бы ты их установить? Сюда, пожалуйста. Нет. Так, чтобы я их видел и не забыл потом забрать. Ты смотри, а он издевается нам лишь. Выйди из дерева. Ну, я думаю, как-то так, в принципе, их нужно установить. Поставить круг для зачарователя именно здесь. То есть, это такой... Использовать круг. И вот, это походный наш набор. Также мы выкидываем сюда дубильный станок. Если что нам надо. В этом случае... Можем сделать уже на месте. Так же самое он очень прост в установке. Как и все, в принципе, в этом моде. Главное это все действительно собрать. То есть, самый большой геморройчик. Это собрать эти все предметы. Например, вот для круга зачарователя нам нужен, как вы видите, череп и безупречный аметист. Ну, для этого буквально пара бревен и достаточно. И кусочек кожи, насколько я помню. Что я еще не установил? Так, да. Давайте уже разожгем наш костер. Добавить дров. Как вы видите, он загорелся. Теперь, сюда же мы можем поставить наш котелок. Где мой котелок? Котелок, пожалуйста. Где-то есть. Вот и он. Так, его мы должны установить ровно на костер. Чтобы он, как вы видите, был желтеньким. Поставить кастрюлю здесь. То кастрюля, то котелок. Хер поймешь. И вот теперь, в принципе, мы можем и готовить теперь. Поговорим побольше о пище. Пища вся защищает от холода. То есть, вот, например, супы, все, допустим, все супы, которые здесь имеются, они дают вам определенную защиту от холода. Также вы можете использовать... Блин, я в костре стою. Также вы можете использовать для этой защиты от холода эль, вино и прочие кричительные напитки. Как видите, в пище у меня этого достаточно. То есть, в принципе, это все влияет на ваш ранг и на вашу возможность выживания. Я, к сожалению, не могу. Не могу зайти в палатку. Это меня очень сильно расстраивает. Хотя нет, все-таки и могу. Я могу здесь включить фонарик, чтобы мне было не так темно и не так страшно. А потом могу сесть здесь. И вот, как вы видите, все мое вооружение разложилось... Нет, пока ничего. Все мое вооружение разложилось вот на... На ковриках. На определенных местах, проще говоря. Я себе присел, я себе греюсь у костра. То есть, это безопасное место. Поподробнее вам показывать все эти эффекты, которые негативные, преимущественно накладываются при использовании вещей, которые не защищают полностью от холода, или каких-то глупостей. Допустим, плавание в ледяных горных реках. Это ужасно. Но советую вам, если хотите спать, то спите лучше либо возле костра, либо в тавернах. Потому что иначе вы умрете. Если вы поставите палатку и будете спать больше, чем... Сколько там, в 6 или 8 часов костер затухнет, и вы умрете во сне. Но это так. Можно сменить вид, можно потушить фонарь. И все-таки, не знаю, лечь спать, чертова дерьми. Вот наш персонаж пока там одевается. Использовать палатку. Прилечь. То есть, как видите, там анимация проигрывается. И все, в принципе, нормально. Мы, как отдыхающие, мы можем лечь спать. И не парясь провести эту... Ну вот, часов 5 давайте поспим. Я надеюсь, костер не потухнет. И надеюсь, на меня никто не нападет. Потому что мод это тоже учитывает. Звериная кровь не дает вам замерзнуть. Да, это тоже. Все можно отключить в настройках СКСЕ. То есть, допустим, если вы оборотень или вампир, разумеется, вы не мерзнете. И это вам может... Как бы... Нейтрализовать все эффекты, которые... Вот видите, даже снег на палатку напал. Ну, такое. Это все великолепно, все проработано и очень красиво. Вот видите, костер погас. 6 часов. Прошло лишь 6 часов. Так вот, чтобы нам добыть такие древесины, нам нужно либо пособирать ветки, заготовить дерево. Мы можем пойти где-то нарубить, если у меня есть топор, разумеется, либо заготовить. Заготовить. То есть, когда я нажимаю... Это проходит там 3 или 2 часа. Мы насобирали ветвенника 6 штук. Вот он весь. Натягали, можно сказать. С этого ветвенника мы можем... Сколько нам нужно? Или 15... Видите, ветвенника. То есть, это все время, а без костра вы замерзаете очень и очень быстро. Так же само, когда я хочу заготовить дерево, я беру именно заготовить дрова. И нарублено 7 дров. Которые по итогам и дадут мне возможность разжечь этот костер. Вот видите, наш персонаж откуда-то их принес. Поленья, 7 штук. Берем все. И разжигаем обратно костер. То есть, по настройкам в СКСЕ, я поговорю во второй части моего видео. То есть, первая часть, это, можно сказать, такое отдельная характеристика. Вот показ этих всех возможностей. К тому же, согласитесь, ходить в накидке из шкуры снежного саблезуба и рюкзаке из пещерного ветмедя. Это все выглядит довольно круто. Правда? Мои советы по выживанию на первых порах. Разобрать, свернуть. Получено дубильный станок. Обязательно берите свернуть, потому что разобрать, это он разбирает его полностью. То есть, он вам не добавляется в инвентарь. Он просто разбивается. Он куда-то пропал. Я уверен. Сейчас проверю. А, не, 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 не. Все нормально. Все нормально. Без паники. Давно я не играл действительно в Скайрим. Но. Так, тушим. А, да. Еще один совет. Советую тушить костер в последнюю очередь. Так, теперь. Палатка. Сворачиваем палатку. И, наверное, самым большим испытанием, это вам действительно с этим модом, затушить, пожалуй, костер. И вот, как ничего не бывало, все текстурки на месте, все как не бывало. На самом деле, о чем я? О самом большом испытании. Это вам будет добраться на высокий Хродгар. По одной простой причине. Это, во-первых, очень сложная дорога. Тем более, на Хардкоре. Для того, чтобы там выжить, это нужно, ну, во-первых, очень много бухать. Ну, как бухать. Если вы выпьете больше трех бутылок Эля, то в течение, там, двух или трех минут реального времени вы будете замерзать на 70% быстрее. Поэтому советую вам брать супы и одеваться потеплее. Причем, довольно часто устраивать привалы возле костра. Это не обязательно ставить палатки, просто разводить костры и греться. Заходите греться, чем почаще, и это будет залог вашего успеха. Глотка мира. Самое опасное место в этом моде. То есть, везде, где идет снег, для вас опасно. Одно из самых суровых мест, тоже подчеркиваю, если вы сможете там жить, значит, вы, можно сказать, покорили этот мод. Это вот эта вот область. То есть, это рядом с курганом снежная завеса. Или вот. Или пещера мертворожденного. То есть, эта дорога, проще говоря, от Винтерхолда то Виндхельм. Самое опасное место. Там идут постоянные снежные бури. Еще в настройках, определенных настройках мода, по-моему, это не в официальном моде, но тем не менее, есть такое приятное дополнение, что на вашей броне оседает снег. это тоже все очень великолепно. Но, как вы видите, я полностью невосприимчив к этому всему делу только по той причине. да, мне действительно впадло это все настраивать, поэтому я неуязвим. И поэтому я оборотень. я вам уже рассказывал про возможности отключения этих не совсем обязательных бонусов к классу оборотня, точнее, к возможности быть оборотням или быть тем самым черт, вампиром. То есть ни оборотни, ни вампиры, они не страдают от холода. Еще есть, я вам показывал этот мод, это мод нежить. Когда вы являетесь нежитью, вы тоже не восприимчивы к холоду. Сейчас я вам постараюсь это показать. А нет, прикиньте, не покажу, потому что у меня мод нежить установлен на другом компьютере. И именно на другом компьютере я буду показывать настройки в СКСЕ. Что ж, это была первая часть моего обзора на мод к Скориму Snowfall или Frostfall. Я все время это путаю. Frostfall, простите меня за такие вот за такую неуверенность, потому что ну, давно не играл уже. Тем более поздно. Ладно, хватит отмазываться уже. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс, до новых видео, всем пока. Субтитры